Сегодня у нас в гостях Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края. На этой неделе в Хабаровском крае прошла стратегическая сессия по социально-экономическому развитию края. А я напомню, что главная целью развития края Михаил Дегтярев считает благоустройство и комфорт жизни граждан. Так что от этого зависит, видимо, и то, как будут убирать снег, в том числе в Хабаровске, в ближайшие 10 лет. Итак, почему была вообще организована стратегическая сессия? Почему в Хабаровске? Почему сейчас? Знаете, это уникальная, наверное, возможность, которую мы в первый раз применили вообще на Дальнем Востоке совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. И мы стали такой пилотной площадкой, на которой они отработали на Дальнем Востоке такой вариант, как стратегическая сессия. Но само слово, да, оно уже необычно, стратегическая, да еще и сессия. Мы с вами там привыкли к стратегиям, концепциям, программам и так далее. А здесь оказалось что-то такое, которое обучает. Ну вот, вы знаете, просто вот на взгляд обывателя, да, там, встретились, собрались, поговорили, и что дальше? То есть какие-то конкретные шаги, они будут приняты после вот этого обсуждения? Ну, сама стратегическая сессия — это определенный подход к технологии работы. Михаил Владимирович в своем работе, в своей жизни и в правительстве Хабаровска окрая основной девиз — это от слов к делу, да. И, наверное, стратегическая сессия — это такой мостик, да, перехода от слов к делу к тем реальным результатам. Что такое сама по себе стратегическая сессия? Это когда группы экспертов, федералов, регионалов, различных предпринимательских сообществ вместе собираются и начинают вместе делать какой-то проект, вместе сотворять что-то уже реальные дела и уходить от слов к реальному делу. И здесь как раз была применена стратегическая сессия, определены 8 треков, это тоже такое новое название, да, но по большому счету это отработано 8 проектов проектного подхода, да. То есть когда использовалась технология agile, это в переводе означает изменения, да, и все люди вместе наравне к реатиле от большого руководителя в виде замминистра по развитию Дальнего Востока и до обычного представителя бизнеса, который пришел на эту площадку, они все были одинаковые и в равных условиях работали как одна команда. То есть это мозговой штурм, да, получается? Да, мозговой штурм. Я хотел сказать, в принципе, это похоже на любой мозговой штурм, который на любом предприятии проводится, да, и среди студентов, то есть собираются вместе люди. Да, и начинают вырабатывать технологию действия, сначала пытаются разобраться, где проблемы, где есть возможности, что нужно для этого сделать, какие первые шаги. Ну, тогда я вспоминаю предыдущий мозговой штурм, Народный совет, помните? И в результате была принята Народная программа, и какая-нибудь связь вот есть между Народной программой, которая уже принята, и вот тем, что обсуждалось на сессии. Ну, как вы помните, Народная программа, это все-таки представители были народа, жители Хабаровского края, люди с разным, да, они просто говорили о тех потребностях, которые у них есть сегодня и сейчас. Они определили семь основных направлений, они вошли в программу Михаила Владимировича, народную программу. И это просто направление с точки зрения, где нужны совершенствования. А уже выработка технологий, поиск пути решения, отработка вот этих вот проектов, треков, это уже просто дальнейшее продолжение этой работы. А вот вы сказали, 8 проектов треков, да, было по итогам сессии, а что это за проекты? Относительно чего они касаются? Вот мы уже сказали, да, развитие благоустройства, в том числе и уборка дорог, или вообще, что это? Я понимаю, что стратегия, это вот векторы, скорее, направления, да? Стратегия, да, векторы. А здесь, получается, в каждом из направлений, на самом деле, у нас изначально было 15 таких треков, но в процессе обсуждения между предпринимателями, между экспертами, между федеральными органами власти, мы пришли к тому, что часть треков, они постепенно ушли. То есть, либо они не нащупали какой-то конкретики, либо они нащупали, куда двигаться дальше. Из таких треков, это, получается, у нас инвестиционный стандарт, выбрали бизнес, потому что они желают здесь создать нормальные условия, все-таки, для ведения бизнеса, инвестиционного климата. Они отобрали технопарк, только они уже назвали не Амур, а Хабар. Они отобрали креативную индустрию, и в том числе художественный музей. Они отобрали, в медицине они отобрали кадры, развитие туризма, да, то есть сегодня наиболее такое важное направление, общественный транспорт и новое обустройство города Хабаровска. Вот такие вот, они более такие конкретные и уже от общего там комфорта, да, направлений жизни, мы из тех направлений, которые были народной программой, они ушли уже к конкретным действиям, а что нужно. Ну, вы знаете, сейчас наиболее актуален, пожалуй, общественный транспорт. Сегодня соглашусь, да, но если мы будем смотреть на перспективу, мне кажется, развитие туризма или креативной индустрии, оно достаточно интересное. Но все-таки, что касается развития транспорта, уже можно сказать чем-то конкретным? Здесь как раз эксперты пытались найти, какие новые технологии нужны для развития общественного транспорта. Мы столько говорили о работе общественного транспорта, где-то спорили вместе с нашим бизнес-сообществом. Но совершенно четко, что сегодня уже новые нужны технологии, IT-технологии, новые маршруты, новая взаимосвязь, вообще, в принципе, подход к развитию общественного транспорта. А вам не кажется, что он должен у нас в ближайшие 10 лет стать многоуровневым, как в Японии, в Корее и в китайских городах? Потому что, мне кажется, пропускная способность наших улиц, ну просто, ее не хватает. Пробки бесконечные. Ну, согласна, но для этого я поставила задача, да, Михаил Владимирович Дегтяревов, она и озвучила, стать миллионником, да, миллионник — это все-таки уже другие виды транспорта. Но для этого необходимо вот как раз эксперты в результате этих рассмотрений на этих стратегической сессиях, они пришли к тому, что нужна новая схема движения общественного транспорта, для того, чтобы регулировать все эти тонкие места и введение IT-технологий. Но, вы знаете, все это, безусловно, хорошо, и понятно, что действительно нужны какие-то новые подходы, новые шаги, но ведь это все требует определенных затрат, в первую очередь финансовых. Неопределенных, скажем так, очень определенных. Очень определенных и немалых затрат, безусловно, да. Вот есть ли уже какие-то, может быть, намечены источники финансирования какие-то, может быть, есть какие-то у нас резервы, откуда можно было бы взять деньги, и не просто так влить, да, в экономику, а именно, чтобы приходили инвесторы, да, с чего мы начинали, были заинтересованы в том, чтобы, во-первых, бизнесу тогда не мешали, потому что бизнес будет развиваться, если особо-то не мешать, и по законам рынка жить. Вы знаете, здесь такой философский вопрос, потому что, когда я вам называла эти 8 треков, они на самом деле все разные, да, какие-то требуют ресурсы, и те группы рабочие, которые работали проектно и создавали вот эти вот итоги этого трека, да, проекты сами, то они, соответственно, тем, где необходимо, в художественный музей мы с вами без финансовых ресурсов не построим. Конечно. А если создать инвестиционный климат, то мы совершенно можем создать инвестиционный климат, и не вкладывая определенных ресурсов, мы создаем площадку для привлечения инвестиций на территорию Хабаровского окраина. И поэтому здесь вот, безусловно, ресурсы, которые необходимы, они просчитывались, но и для этого самым эффектом было, что они в результате всей этой работы, это была работа в течение дня, они креативили на своих площадках, а потом пришли, и они защищали эти свои проекты, в том числе перед Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Они сразу обозначили, какие ресурсы необходимы, и они даже обозначили сразу первые пути, то есть первые шаги, которые нужны для начала запуска и реализации этих проектов. Я понимаю, что вы думали о будущем, но на это будущее тоже наверняка повлияет коронавирус, который непонятно, когда закончится. Об этом шла речь. Вот как бы предприниматели особенно, они представляют, что будет с их бизнесом, когда все закончится? Вы знаете, мы не ставили как такую отправную точку сам коронавирус, но то, что ребята вышли и предлагали какие-то новые технологии, которые могут быть использованы в результате, и даже в условиях ограничения, я думаю, это большой результат. Потому что взять, если, например, технопарк, который ребята креативили, хабар, то они пришли к самому простому пониманию, что им нужна сейчас проектный офис или мастерская, где они могут просто обмениваться теми идеями, как через сито просеивать, да, какая идея возможна к реализации, какая невозможна, и эти же ребята как раз и реализовали такие проекты в период пандемии и ограничений с мультфильмами, с новыми IT-технологиями. То есть они пытаются нащупать пути даже в условиях ограничений. Но все-таки инвесторы, это безусловно хорошо. Деньги, которые приходят в регион, это вообще замечательно. Но очень бы хотелось, чтобы наши местные, те же молодые ребята, те же самые студенты, которые сейчас или абитуриенты, впоследствии создавали свои проекты. Вот участвовали ли такие категории людей, может быть? Безусловно. Да, и что предлагали? Вы знаете, один из треков, который я не назвала, он касался как раз самореализации, пространства для молодежи. А молодежь все-таки это у нас основа для дальнейшего развития. Они предложили тоже самый простой вариант, это создать мастерскую управления АМУР. Есть уже основы через наш форум АМУР, но его сделать именно по аналогу мастерского управления Синеж, которое на озере Синежском, в 40 километрах от Москвы находится. Где ребята как раз новые реалии, новые возможности для Хабаровска, для всего Дальнего Востока реализовать, и даже сделать сборник этих лучших наработок, которые может сегодня молодежь реализовать на территории Хабаровского края и распространить на весь Дальний Восток. Мне кажется, такая интересная была площадка, сами молодежь креативили, сами ребята создавали вот этот вот проект свой, по своей собственной самореализации. Ну, можно сказать, что все идеи, которые были высказаны, будут реализованы? Ну, скажем так, большинство, да, потому что для того, чтобы реализовать идею, ее не только нужно сочинить, а все-таки для ей приделать определенные шаги и действия, для того, чтобы она нашла свое воплощение. Но то, что правительство края наравне с ними работало, да, было удивительно. В треке, который касался туризма, поработал министр по туризму Юрий Иванович Ермошкин, и коллеги, когда молодежь вышла, рассказывала про туризм, про развитие, они на самом деле сказали, мы с большим удовольствием поработали, потому что вместе с нами в одной команде был министр. И вместе они креативили, а это уже значит, что это не просто прошло мимо, а что люди вместе с собой возьмут и будут реализовывать дальше. Сами чиновники и руководители большого уровня. А в нашей команде 15 минут была первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Вилова. Спасибо вам.